Музыка Меня зовут Дарья Матвеевна и я пресс-секретарь общественно-экологического молодежного движения «Природа и молодежь» из Мурманска Здесь, в Манчегорске, я по приглашению к экологической библиотеке Меня пригласили выступить для проекта «Семейный экодрав», который предполагает экологическое посвящение семьи города И я бы хотела сказать как раз-таки про тему отходов Потому что отходы — это наиболее наборевший вопрос для многих жителей Мы видим мусор, мы видим свалки, мы порой не знаем, что с ними делать И это как раз-таки тот вопрос, которым мы занимаемся в Мурманске Как движение И просто, наверное, хотели поделиться опытом, как у нас вообще все это проходит Если мы посмотрим небольшую матчасть, то узнаем, что в России только от 7 до 9% отходов перерабатывается А все остальное у нас по старинке везется на свалки или на полигоны Полигон — это лучше, чем свалка, но это такая хорошо организованная свалка На которой отходы прессуют и захоранивают Там, по крайней мере, нет возможности как на свалке сжигания, а самого сгорания или как на путичке каких-то токсичных веществ в подземные воды Но все равно отходы там лежат, и с ними ничего не прессует, они просто лежат долгие десятилетия Либо вообще до сих пор нас везут отходы на мусоросжигательные заводы, что тоже не есть хорошо Потому что потом токсичные выбросы идут в атмосферу, а мы идем дальше То есть что делать? По сути, напрашивается вопрос, ответ, что нам нужно переходить к раздельному сбору отходов К такой системе, когда в каждом дворе стоят контейнеры, когда люди дома сортируют Относят, допустим, стекло, пластик, картон, алюминиевые разные контейнеры Когда в городе есть пункты сбора опасных отходов Причем к ним относятся не только батарейки, ртутные лампы, к ним относятся и шины, и аккумуляторы И различные лекарства, медицинские препараты, и отходы от инъекций уколов И лакокрасочные материалы, различные стройматериалы То есть много чего такого, что нужно на самом деле утилизировать Потом в теории, как бы то хотелось, все эти отходы везутся дальше на переработку В этом регионе или в другом, то есть от того, как оно должно быть Но пока что этого нет, мы об этом мечтаем И мы как движение своим опытом, своим примером стараемся заниматься экологическим просвещением По теме раздельного сбора отходов То есть, по сути, что мы делаем? Мы много работаем с населением Мы проводим как экологические лекции Ну, допустим, переходим в школы, в вузы И проводим лекции на тему Что такое отходы? Откуда они берутся? Как с ними быть? Как можно дать вещам вторую жизнь? И показывают примеры, которые говорят о том, что от мусора это не просто что-то такое Знаете, лежит на свалке, плохо пахнет Мусор это ценный ресурс Большинство отходов может быть переработано вторично, третично и даже больше По сути, с каждой пластиковой бутылки может быть сделана флисовая кофта Запчасть для самолета Запчасть для нового велосипеда Где-то в разных странах из пластиковых бутылок уже делают дорожные покрытия Не только в разных странах, допустим, в России тоже такие проекты есть Из той же самой бутылки алюминиевой Можно делать алюминиевую бутылку И ее можно перерабатывать в бесчисленное количество раз Из макулатуры также можно до 5-6 раз производить процесс переработки И делать новую бумагу, новый картон, упаковочные, салфетки и прочее То есть для этого не нужно добывать новые ресурсы Поэтому переработка, на самом деле, очень мудрая Это использование того, что у нас уже есть И об этом мы стараемся рассказывать как раз-таки о наших экологических лекториях Но мы хотим не только говорить, но и делать что-то И говорить, что вот смотрите, у нас есть практический вклад Мы проводим мероприятия по раздельному сбору отходов То есть, как это проходит сейчас Раз в месяц у нас в офисе идет по каким-то точкам в городе Мы стараемся выбирать отдельную точку в каждом районе Мурманска Обычно нас пускают разные партнерские организации С кем мы дружим Дом молодежи муниципальный И кто только с нами не работал То есть различные дома молодежи, библиотеки И даже какие-то просто коммерческие организации Допустим, школа танцев, которая просто заинтересовалась Решила свое помещение дать под сбор отходов на какой-то конкретный день Мы анонсируем сбор, что мы принимаем сейчас макулатуру Причем макулатуру в широком формате Мы картон, и бумаги, и даже шаридированные бумаги И старые архивы Потому что у нас есть договоренность с переработчиком Что секретность будет соблюдена То есть различные нам и старые даже копии паспортов несут Потому что это все действительно можно секретно, скажем, переработать Мы принимаем пластик Это пластиковые бутылки Это бутылки из-под бытовой химии Это крышечки, дозаторы, пакеты В скором времени будем принимать также алюминиевые банки Довольствуем из-под кока-колы И собираемся также заниматься тетрапаком Это упаковки из-под сока, молока, которые также трудно переработать Потому что после тетрапака это сочетание трех отходов в себе Трех фракций макулатуры, алюминия и пластика Ну, даже для этого мы нашли скопщика В общем, мы широко анонсируем наши сборы И через СМИ у нас есть также группа ВКонтакте Акция по сбору вторсырья в Мурманске И такие мероприятия проходят Каждый месяц, за исключением последнего Периода, в течение двух-трех дней И, конечно, результаты Очень хорошие, то ведь за день За день-два к нам приходит На одной только точке 150-200 человек Если точек, допустим, на этот сбор Было три, мы сами понимаем, что человек 600 Нас посетили за эти несколько дней И собираем где-то от двух до пяти тонн сырья Самый наш мощный сбор был 5 тонн макулатуры и пластика Когда мы объявляли благотворительный сбор В пользу фонда защиты животных Тут, конечно, все встряхнули свои запасы И максимально принесли и макулатуры, и пластика И ничего тут только не было Вот, то есть потом все накопленное добро Мы передаем нашему партнеру Компании Экосистема Сервис А те, в свою очередь, заготавливают сырье Прессуют и везут на переработку В разные регионы России Либо на месте изготавливают Из низкосортного пластика Полимер-песчаные блоки Такие блоки, которые можно Из которых можно делать тротуарную плитку Бордюры, облицовочную плитку на дома И там много чего другого еще И все это, вся продукция Она очень крепкая, долговечная Хорошо служит И мы пока что общаемся с нашими партнерами И следим, как проект будет дальше развиваться Возможно, скоро нас много чего облицует Именно вот этой плиткой Которая, по сути, как вторая жизнь неотходом считается И сборы мы уже проводим не только сами Наш опыт перенимает И мы рады им делиться Мы рады, что в городе появляется все больше и больше таких Пусть пару разовых, но все-таки акций по сбору вторсырья К нам присоединяются образовательные мероприятия Дополнительного образования Различные там школы, курсы Очень много образования в этой теме И в том числе мы работаем порой такими посредниками Между коммерческими структурами, офисами и переработчиками То есть к нам звонят и говорят Мы хотим сдать макулатуру куда? И мы всех направляем Также для удобства в нашей группе ВКонтакте Первой Домоводежь мы ведем постоянную рубрику В которой мы пишем советы, как подготовить сырье Что можно сдать, куда сдать Также в прошлом году мы выпустили отдельную брошюру С пунктами сборов вторсырья по Мурманску Брошюру мы, кстати, печатали к нашему фестивалю Которому в том году проходили Фестиваль назывался «Ноль отходов» Вообще он назывался «Zero Waste Fest» Мы его так решили по-английски обозвать Потому что концепция «Ноль отходов» «Zero Waste» Она как раз-таки пришла из-за рубежа И это тоже часть переработки Почему? Потому что невозможно брать и бесконечно перерабатывать отходы Рано или поздно, когда этим занимаешься Задумываешься о том, что отходы нужно снижать Снижать их количество Каким образом? Переходить с одноразовых вещей на многоразовые Допустим, отказаться от пакетов От каких-то одноразовых упаковок Одноразовые посуды Пользоваться многоразовыми термосами Чашками, сумками Вот эти прочие экологические советы Они сейчас очень популярны Их можно найти просто где угодно В интернете много таких материалов И мы в том числе об этом говорим Что необходимо сократить в принципе Количество отходов, которые перерабатывают Причем, что мы говорим Это должно быть не только на уровне каждого человека Но в принципе на уровне государства Потому что мы посмотрим Сколько одноразово кругом И конечно, если сократить количество мусора То в целом будет у нас поприятнее Вот, и как раз таки фестиваль Отходов будет посвящен тематике Сокращения отходов Тематики того, что нужно максимально обмениваться вещами Что нужно использовать экологичную бытовую химию И прочее, прочее, прочее И вот на данном фестивале В том году мы выпустили брошюру Про пункты раздельного сбора У нас тогда получилось около 300 экземпляров Их просто оторвали с руками Мы допечатывали тираж еще и еще И потом выпустили такой Выпустили такой вариант онлайн Тоже у нас около 6000 человек В общем, просмотрели и забрали себе И так мы рассчитываем, что все больше и больше людей Так узнает про тему отходов, минимизации И такого личного вклада Личного вклада Как же все-таки с ними обращаться В общем, проекты наши существуют благодаря волонтерам Мы всегда говорим вам спасибо Потому что наше движение, оно, конечно, многочисленное Но вот основной костяк Это порядка 30-40 человек Которые вместе с нами организуют данные сборы То есть они работают порой на приеме макулатуры На распространение информации Помогают искать партнеров Помогают искать площадки, где бы привести данный сбор Вообще, проект начался уже 4 года назад Тогда сборы проходили нерегулярно Наверное, раз в месяц, два-три Мы собирали один день На самом деле, мы только прощупали почву Нужно это или не нужно Оказалось, что нужно Потом так получилось, что этот проект передали мне Вообще, я куратор данного проекта Но повторюсь, что у меня есть команда Она, команда, постоянно меняется Но еще актриса, которая всегда со мной есть И только благодаря ее у нас получается делать такие массовые изводы С таким количеством людей И с таким количеством накопленного сырья И, конечно, мы видим то, что растет запрос населения На данное мероприятие Буквально несколько месяцев мы не организовывали сборы Ввиду пандемии И нам просто порвали телефон Говорили, когда мы не можем выкинуть Мы привыкли уже сортировать У нас в доме уже стоят отдельные контейнеры Отдельные урны, отдельные пакеты У нас сортирует уже вся семья Когда, наконец, мы сможем все это сдать Конечно, это была проблема Но тем самым мы понимаем, что запрос растет Интерес растет Когда есть возможность Вроде как уже даже Это приятно дом сортировать Получить к этому своих домашних, своих близких, друзей И потом отдать на переработку И идти таким гордым и довольным Что сделал хорошее, доброе дело Свой вклад в сохранение природы Поэтому, как я говорила Растет заинтересованность людей И теперь им не хватает только, по сути, возможностей Потому что помимо нас И каких-то разовых сборов от других организаций Ну, просто отходы деть в Мурманске некуда И мы говорим только про основные такие фракции Как пластик, макулатура или крышечки, батарейки Но есть еще ртутные лампы, которые не все берут Ведь есть же самое-то строительные материалы Старая бытовая техника и прочее То, что не все принимают Эти адреса трудно найти Часто не располагается где-то по окраинам города Короче, для того, чтобы быть экологичным Нужно быть настоящим героем Мы называем этих людей экогероями Потому что они тратят свое время Тратят свои силы на то, чтобы не только дома собрать Но и потом все, что-то куда-то пристроить Конечно же, мы им благодарны Но мы считаем, что данный процесс должен быть легче Что пункты должны быть для людей доступны Да, мы планируем дальше проводить подобные сборы отходов Очень много запросов поступает из городов области В Мочегурске, как оказалось, есть какие-то возможности Раздельного, даже не раздельного сбора А накупленные отходы пристраивать переработчикам Есть такие возможности в Апатитов, в Кировске К нам участвуют, что за Ленингорск, а в других городах Пожалуйста, может быть, у нас что-то мы можем сделать Вот мы вели переговоры как раз-таки с нашим партнером Компанией Экосистема Сервис Что, может быть, есть возможность Когда-нибудь отправлять машину в те города Где нет никаких других пунктов или переработчиков Забирать и потом отправлять Либо обратно в Мурманск, либо уже сразу Допустим, в Ленинградский опыт Где располагаются заводы при переработке Короче, поработать именно с областью Потому что в Мурманске, конечно, немножко много хватили Но пора двигаться дальше И также мы прорабатываем тему так называемого сбора мобиля Когда машина проезжает, допустим, в конкретный день По наиболее проходимым точкам в городе И по разным районам Допустим, в каждом районе где-то по 5-6 наиболее популярных точек Торговых центров, какие-то площадят небольших И люди туда приносят свои отходы К конкретному времени И все это принимаются на переработку Это удобнее, чем везти, допустим, в 3 пункта по всему городу Пунктов больше Люди могут построить под движение эко-мобиля И мы тем самым можем даже больше отходов собрать То есть сейчас, пока что такие непростые времена Мы этот проект слегка затормозили Но на будущее мы не исключаем Что когда-нибудь такой сбор мобиль Проедется по улицам города и соберет отходы Вдруг нам повезет И такой мобиль приедет и в Манчегорск Было бы, конечно, здорово Пока мы сможем с вас справиться Но если брать совсем про мечты, про будущее То, конечно, хотелось бы, чтобы в каждом городе Такие вот пункты, проекты, инициативы существовали Потому что, по сути, когда-то мы начинали У нас был только офис Пару сотрудников, несколько волонтеров И просто жгучее желание что-то сделать И вот из такого вырос большой проект Поэтому, как оказалось, все это возможно Все это реально И главное только начать Больше всего к нам приносят, конечно же, макулатуры И больше всего книг К сожалению, от книг сейчас и добавляются Особенно от каких-то старых изданий Часто бывает к нам Кто-то покупает квартиру Либо уезжает в другой город Остаются старые библиотеки Которые десятилетиями копили А теперь же это либо уже книги неактуальны Либо сейчас все в электронных читалках Вот А книги мы тоже не все отправляем на переработку Мы пересматриваем какие-то Которые в хорошем состоянии С хорошим шрифтом Бывает совсем новая литература Очень актуальна И мы ее оставляем на полке Буккроссинга Обмена книжками И к нам приходят люди Приносят, забирают И вот книжки тоже таким образом Получают вторую жизнь Вот Мы также направляли книги В хорошем состоянии Новые в больницы И в дом престарелых На полочке Чтобы тоже У людей было возможность Чтобы такое интересненькое Почитать Также был у нас Проект по обмену вещами Фрешоп Или просто бесплатный обмен вещами Потому что Вещи по сути Тут те же самые отходы Потому что Они добывались ресурсы Не были когда-то затрачены Производственные мощности Вода Энергия Расходы Транспортные Выхлоп Угры кислого газа Пока все это производилось И доставляло это место Допустим до магазина Так что Вещи Те же самые отходы Как и пластик Но мы про это забываем Но вещам тоже Можно дать вторую жизнь И вот У нас был Мы сейчас переехали И у нас нет Такой возможности Постоянно собирать вещи А когда-то у нас была целая комната В которой Наш, мы называемый Сплатный магазинчик Располагался И люди обвинялись Не только вещами Там были И какие-то небольшие Бытовые предметы Для ремонта Для украшения Аксессуары Какие-то Даже мелкая бытовая техника Хорошие книжки Хорошая обувь То есть Ну кому-то что-то не нужно Выросли Подарили Купили На распродаже Погорячились В общем разные причины Причем у нас остаются Вещи невостребованными Они в хорошем состоянии Их можно кому-то отдать У нас даже были Пищи Когда что-то Строительных Различных инструментов Допустим перфораторы И прочее Люди просто брали на время Не нужно покупать то Что мы берем на время И вот это тоже был Такой обмен Уже наверное даже Не только вещами Какими-то ресурсами Что ли уже Сейчас мы переехали В новый офис Он очень удобный Но к сожалению поменьше Но мы И мы закрыли Наш бесплатный магазин На время Проект все-таки Планируем продолжать Но уже в виде Отдельных ярмарок Ямарки будут Проходить у нас Раз в месяц И каждый раз Будет разная тематика Мы хотим делать И арт-парохолки Где обмениваются Художники И Рокодельники Для того чтобы Разными Красками Какими-то материалами Обмениваться И Бук-кроссинги Будем проводить И обмен вещами И какие-то выставки Для мам Где будут мам Обмениваться Различными Вещами Игрушками И прочим Также Недавно наш волонтер Валерия запустила Проект Который называется Аптека Шеринг То есть Обмен медикаментами Конечно Теми Которые без рецепта У которых Хороший срок годности Допустим И люди тоже этим Обмениваются Какие-то травы Какие-то витамины Пластыри И прочее На самом деле Обычные лекарства От простуды От болев желудка Которые можно С кем-то поделиться Но у человека лежат Они бы не подошли Или у них аллергия Что-то еще По разным причинам Люди берут И ими обмениваются То есть По сути Вот таких практиков Сейчас уже много И мы стараемся Чтобы их популяризировать Собрать в одну кучу И вместе со всеми работать И конечно же Мы очень рады Что в других городах области Вот в Мальчегорске Допустим Библиотека Подхватила Некоторые идеи Тоже самое Обмен вещами Которые скоро здесь состоятся И реализуют Такие проекты Мы надеемся Что все больше и больше И больше Каких-то других организаций А может быть И библиотека снова Что-нибудь Поплощать в жизнь Потому что Экологическое посвящение Мы считаем Должно идти на разных уровнях И в образовании И в дополнительном образовании И на работе И в саду И просто в какой-то Обычной бытовой жизни И даже общении Между людьми Вообще Чтобы спасать планету Не нужно быть Каким-то Отдельным специалистом Не нужно изучать Экологию Нужно просто быть Сознательным Ответственным гражданином Разумеется Начнем с малого Не выкидывать мусор Не оставлять за собой Ничего в лесу Может быть Даже собирать за кем-то Не доводить лишние кострища В обычной бытовой жизни Отказываться От одноразовых предметов Допустим Бутылка для воды Может быть Многоразовая Которая используется Много раз А не каждый раз Покупать пластиковый магазин Можно отказываться От пакетов И Покупки все Складывать В рюкзак Или в эко-сумку Овощи собирать В овощи Куда-то в эко-суму Расстанется Очень популярным Может быть Сюда тоже Это тоже придет То есть Можно Так Еще сейчас Очень популярная Тема масок Можно использовать Многоразовые маски Те, которые Можно стирать Проглаживать Дезинфицировать Потом заново носить И для этого Не покупать Каждый раз Одноразовые Которые необходимо Выкидывать После Несколько часов Использования Масок Многоразовых Должно быть много Чтобы успевать Их Стирать И правильно использовать То же самое Касается бахил Многоразовые бахил То есть Переход вообще На многоразовые вещи Очень много Снижает отходов И я это замечаю На своем опыте Когда я стала Использовать Многоразовые вещи Содержимое Мого мусорного ведра Вообще Уменьшилось в половину А когда я стала Сортировать Это просто прекрасно Я стала Мусор выкидывать Намного реже То есть Такие советы Они действительно Работают Просто не быть равнодушным Не проходить мимо Каких-то Правонарушений Экологических Если что-то Что-то где-то происходит Бить тревогу Обращаться Необходимые органы Писать обращения Участвовать В субботниках Участвовать В озеленении В посадках леса То есть Каким-то своим Личным опытом Участвовать Каждый день Спасение природы Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова